Этот зал сегодня едва ли смог вместить всех желающих попасть навстречу. На расширенные совещания по вопросам долевого строительства пришли порядка 100 человек. Градус напряженности стал ниже. Дольщиков все больше волнует проблемы не глобальные, а коммунальные. Как будет благоустроен двор или когда заработает лифт в доме. Ведь на их главные вопросы, когда дома будут достроены, уже найдено решение. Краснодарский край получил полную поддержку правительства. Теперь уже можно говорить с уверенностью, что 29 инвестиционно непривлекательных объектов завершат за счет финансирования средств Федерального фонда защиты прав дольщиков. У них сегодня свет зажегся в конце туннеля в силу федеральной поддержки. Давайте сделаем все, чтобы этот свет не погас. Сегодня федеральный центр говорит, проблему вы не скрыли, вы ее раскрыли. Вы не как другие регионы, которые замалчивают количество проблемных домов, количество дольщиков. Вы сегодня максимально открылись, потому что понимаете, что вам не форма нужна, а содержание нужно. Вам нужно раскрыть ситуацию, чтобы ее решить. А если мы ее будем закрывать, мы ее никогда не решим. И поэтому поддержка и вице-премьера Виталия Ильича, еще мутко подчеркиваю, и федерального центра сегодня, она налицо. Так давайте воспользуемся этим. Такое решение было принято во время визита заместителя председателя правительства России Виталия Мутков в Краснодар. В конце августа вместе с губернатором вице-премьера смотрел наиболее кричащие объекты. Жилые комплексы Иван-да-Мария, Снежная Королева, парусная регата и дом Романовых. Сегодня на совещание, в котором приняли участие глава региона и прокурор края, пришли и дольщики этих домов. Услышав хорошие новости, на их лицах наконец-то появились улыбки. В три с половиной года мы выходим тоже вот по таким же собраниям, то есть входим в отличные встречи. Большое вам спасибо, хочется сказать, увидели. Вот у нас 1600 дольщиков, 8 домов мы, ЖК Парусная регата, ЖК Иван-да-Мария и ЖК Тель-Домановых. 8 многоэтажных домов. Мы когда все увидели по телевидению, как вы, Мутко, говорили, что начните с них, вы не представляете. Это огромный свет в конце тоннеля. По каждому проблемному дому края сегодня идет индивидуальная работа. Только с начала этого года сдано 35 долгостроев. Один из них – ЖК «Феникс» в Краснодаре. Своих квартир люди ждали около 15 лет. В планах завершить еще 13 объектов до конца этого года. Остальные дома сегодня достраивают в рамках закона края о защите прав дольщиков, а также за счет краевой субсидии. 112 объектов инвестиционно привлекательные. Они завершаются строительством за счет средств инвесторов. Такие, как ЖК «Кино», ЖК «Фрэш», ЖК «Солнечный», «Ричхаус», «Седьмое небо» и так далее. По 108 объектам завершения строительства – это собственные средства застройщиков. То есть они изыскали, получили кредиты и сейчас находятся в стадии завершения. Некоторые долгострои имеют уже 10-летнюю историю. Например, ЖК «Наутилус» в Краснодаре, который планировали возвести на улице Красной с плановым сроком сдачи в 2004 году. Дом так и не начали возводить, он остался только на бумаге. Однако за это время и сменилась позиция региональных властей. Теперь исторический центр кубанской столицы недоступен для строительства многоэтажек и высоток. Здесь я считаю, что это красивый центр, который у нас еще, слава богу, сохранился. Но давайте его и дальше сделаем. Поэтому по-честному я считаю, что дома там, конечно, не место. И этому торгово-деловому центру там не место. Дальше я думаю, что мы вам будем выплачивать эту сумму, исходя все-таки из рынка. Вот это я поручаю сейчас мэру проработать по рыночной стоимости сегодняшней. И мы найдем сумму, которая на самом деле им будет выплачена в порядке компенсации, но эквивалент вашего жилья, если бы оно там появилось, исходя из сегодняшнего дня. Такие встречи в формате открытого диалога между дольщиками и краевой властью позволяют держать ситуацию под контролем. На совещание губернатора обратились будущие жители ЖК «Энка» в Краснодаре. Готовность объекта 98% в своей квартиры. Люди должны были заселиться еще в начале сентября. Но сегодня ЖК проходит итоговую проверку. В принципе, проблема у нас с водой, газом, в документах, как нам говорили. Что это решится буквально там в течение двух недель, потом в течение недели. Все это откладывается, и как бы уже непонятно, кому нам верить. Когда была вот эта вот встреча предыдущая? 10 июня. Июня. Ну неужели до сегодня, 20 сентября, нельзя было четко понимать алгоритм, как что-то будет. Даже если вы понимаете, что идете на срыв поручения. Тогда ответьте мне сейчас, когда будет сдан дом-высота. В ходе проверок возникли ряд замечаний. Когда так договоримся, знаете, вы тогда говорили сейчас, то есть если 1 ноября дом не сдается, то я считаю, что дальше вам выполнять эту функцию не нужно. Все. 1 ноября пресекательный срок. Иначе мы не добьемся результата. Не добьемся. Другие, глядя вот на такую ситуацию, будут тоже себе позволять говорить и не делать. И ничего хорошего не произойдет. Пусть приходят те молодые, энергичные, которые могут и говорить, и делать. Не надо объяснять нам, что нет теплоснабжения, нет пункта, нет сантехника, нет электричества. Вас просили, два с половиной месяца хватит? Слушайте, да умрите на этом объекте. Ну а что делать и все остальное? Ну вы должны сдать. Над решением проблем дольщиков региональные власти сегодня работают совместно с правоохранительными органами, чтобы абсолютно каждый долгострой был завершен уже в скором времени. Всех обвиняет одна цель – это закрыть проблему с обманутыми дольщиками. Это стратегическая задача моя, всех нас, Сергея Владимировича Табельского. Мы с ним не было бы недели, чтобы не проговаривали. Двигаемся мы, куда двигаемся, есть ли темпы. И вот такой результат, который сегодня все равно уже он есть, он ощутимый. То есть это благодаря тому, что позиция и властей, и правоохранительного блока прокуратуры, она единая, общая, нацеленная на результат. Вот что сегодня нужно всем нам. Результат мы эту тему должны расшить. Расшить и все. И перелеснуть страницу с обманутыми дольщиками в нашем крае. Подобные встречи будут продолжаться до тех пор, пока люди не получат ключи от своих квартир, отметил глава Кубани. Сегодня также определили дату следующего совещания. С краевыми властями и правоохранительными органами дольщики встретятся уже в декабре.